Доброго дня, добрые люди! Пришло время разобрать выпуск бурты за сентябрь 2022 года. Смотря на обложку, я понимаю, что осень с таким же холодным и даже где-то надменным видом уже собралась войти в нашу жизнь, не спрашивая у нас, успели ли мы насладиться летом или нет. Ну и у нас есть еще возможность нашить себе красивых вещей, тем самым украсив нашу осень. На обложке в этот раз холодные не только цвета, но и взгляд девушки, что очень даже завораживает. Начинается журнал с черно-синей коллекции. Сразу подборка образов с подиумов, что очень удобно. Вот здесь можно посмотреть, а рядом жакет из полиэстера в гусиную лапку. Вы могли видеть похожую конструкцию в 12 выпуске за 2018 год в качестве пальто. Здесь не видно, но у них сзади все идентично. Эта модель не совсем проста в пошиве. Тут и воротник не совсем обычный. Он как бы сам по себе, лацканы сами по себе. Провязные карманы с листочкой, рукав реглан, который заходит на спинку и образует кокетку. И, конечно, все это на подкладке. Меня этот жакет и образ отсылает к обложке первого выпуска за 1987 год. Можно долго доказывать, что они разные. Но первое, что я вспомнила, увидев этот жакет, это вот эту обложку. Дальше. Супер простая в пошиве юбка из ткани с шерстью и принтом гленчик. Здесь нужно позаботиться о том, чтобы изнанка тоже выглядела достойно. Потому что в движении вот этот самый хвостик будет показывать изнанку без прикрас. Если ткань не тяжелая, то эту часть можно продублировать и не волноваться о том, какая сторона сейчас открывается. Ну и на этом месте остапа понесло. Можно сшить двустороннюю юбку из, к примеру, черного и серого отреза и составлять разные образы на работу. Один раз это будет черная юбка с мелькающим серым уголком, другой раз наоборот. А можно взять две ткани в клетку одного тона, но с разного размера клеткой. Тоже будет интересно выглядеть. Рядом блуза рубашечного кроя из вискозы. Этот принт мне напомнил хохломскую роспись. Крой у блузы классический рубашечный, приталенный. А в качестве актуального налета добавили сборки по боковым швам. Строго, официально и актуально. Следующая модель это кофточка из трикотажа. Как мы с вами договорились в прошлом видео, будем такую конструкцию называть кофточкой. Украшенная драпировками по талии, которые соединены между собой металлическим кольцом. В-образный вырез, рукав три четверти и приталенный крой. Помните платье в первом выпуске за 2018 год? Скажите же похоже. Есть конечно отличия, но мы не будем придираться. Хотя если хочется, милостью прошу в комментарии. У нас там часто с вами складывается отличная беседа. Рядом брюки из хлопка с эластаном. Эту выкройку рекомендуют шить только из растяжимых тканей. Простые брючки на каждый день. С широким приточным поясом. Спереди молния с гульфиком. Выточки по талии спереди и сзади. Снизу имитация отворотов, украшенная кантом. И заглаженные стрелки. Именно стрелки придают этим брюкам аристократичности. А вот момент в зоне паха заставляет задуматься о посадке брюк. Часто вот, да ладно, что уж говорить. Всегда бурдовские брюки на мне сидят вот так. Как вот здесь на фотографии. С пузырем в этом самом месте. Я всегда сижу и колдую потом, чтобы в этой зоне брюки на мне сидели лучше. Уже боюсь брать выкройку бурды на брюки. Так, идем дальше. Платье из плотного трикотажа. Хотя рекомендуют брать и ткани, но непременно с эластаном. Платье посажено по фигуре. Воротник, стойка, рельефные швы по полочке. Двушовный рукав. Сзади молния и шлица. Платье имеет как раз столько швов, чтобы хорошо посадить его по фигуре и получить платье-футляр. Рядом стеганая жилетка из готовой стежки. В общем-то, несложная выкройка. Карманы в боковых швах, французские выточки, шлевки, пояс, молния и воротник-стойка. Похожий вариант я увидела у Диор. Отличный вариант, чтобы дать понять обществу, что вы в теме и в моде. Сейчас чего только из стежки не шьют. Шьют все, даже шорты. Как раз недавно обсуждали этот момент в швейном сообществе. Ну и завершая черно-синюю подборку, видите платье из вискозного крепа с осенним принтом в виде листьев. Платье скройно так, чтобы акцентировать плечевой пояс, но при этом оставить его женственным. Для этого тут эти своеобразные крылышки и подплечники. Также небольшая драпировка по талии, куда по полочке спрятались нагрудные выточки, и молния по спинке. Если талия позволяет, то можно при помощи широкого ременя создать силуэт песочные часы. Вот в этом образе с фуалеткой выглядит так необычно, но совсем не представляю, что могу встретить такое на улице. Следующая модель это выкройка комбинезона от читателей. Сверху рубашечный крой с отложным воротником на стойке, снизу брюки палаццо с карманами в боковых швах и объединяет эти две детали в точной пояс. Клетка с этой выкройкой отлично гармонирует, но вот если брать однотон, особенно синий, то можно случайно завалиться в образ с рабочим комбинезоном. Знаете, такие вот рабочие комбинезоны, они бывают синего цвета. У меня, по крайней мере, такие ассоциации возникают, когда я смотрю на технический рисунок. И за счет того, что штанины тут широкие, лучше брать пластичную ткань, чтобы штанины струились, а не стояли колом. Но это мое восприятие. Может кому-то нужно, чтобы брючины именно так себя и вели. Здесь немного про обработку деталей. Дальше про определение рапортов. И следующая коллекция под названием Наследие модерна. Словом, возвращаемся в прошлое, вдохновляемся и по-новому складываем линии, создавая современные образы. Здесь нам тоже дают образы дизайнеров, чтобы было понятнее, о чем речь. И сразу идет юбка на кокетке со сборками по бокам в миди-длине с ретропринтом. Простая юбка на каждый день. Можно сшить и из однотонной ткани. Недавно встречала очень похожий образ на Белли Хадид. Напомнила мне вот это фото. О, фото с Беллой. Дальше пуловер из вязаного трикотажа с завязками по горловине, для того, чтобы можно было утеплиться в области шеи в осенние холодные дни. Бурда, кстати, часто дает такие конструкции. Вот в том году осенью они тоже были. Эта выкройка простая. Можно легко сшить себе такой свитерочек за вечерочек. Рядом еще вариант платья-футляр. С ретропринтом из хлопка. Вытачки принцессы спереди. Неглубокий, почти квадратный вырез по горловине на обтачке. Сзади молния и шлица. Вполне себе такой осенний вариант. И с кардиганом, и с пальто, и с бомбером, и с сапогами, и с ботинками, и с кедами. Я его могу представить. Не вижу границ для составления образов с этим платьем, даже вот именно с этим узором. Здесь у нас костюм из жилетки и мини-юбки из букле. Букле это тоже лоббируемая фактура на подиумах сейчас, и не только у Шанель. Как и, собственно, мини-юбки. Прочно они заняли свое место, и не собираются кануть в лето в ближайшее время. Выкройки, что жилетки, что юбки, предельно просты. Есть все, что нужно, и ничего лишнего. Кстати, вот такую жилетку можно сшить и из искусственного меха. Опять же, у Диор я этот вариант подсмотрела. Рядом юбка-сестричка. Здесь вариант из вельвета. Особое отношение у меня к вельвету. Мягкий, уютный, теплый материал. Как тут образ, несмотря на то, что это мини-юбка. Особенно уютно он смотрится в вельвет с вязанными вещами. Дальше. Блузка рубашечного кроя с кокеткой по спинке и сборкой по окату рукава. А снизу манжеты оригинально оформлены крупными рюшами. Крой по фигуре, довольно мало свободы у выкройки и на грудной вытачке. Словом, абсолютно без признаков оверсайза совсем. Такая вот блузка. Следующий образ демонстрирует модель юбки со складками на кокетке. Очень похожая конструкция. Вот недавно буквально встречалась мне только в виде платья. Эту юбку можно и в школу в качестве элемента формы сшить. Если размер подходит. А особенно тут с бомбером, только школа и ассоциируется с этим образом. Рядом блузка с завязками, которая шьется очень легко. Завязки в этот раз завязываются сзади, выполняя функцию застежки. Интересно посмотреть на блузу спереди, как сидит вот такой широкий ворот. Но, видимо, не в этот раз. Далее. Даффлкот из двусторонней ткани. Так и рекомендуют брать двустороннюю ткань на эту модель. Хотя, что нам мешает вшить подкладку. Тем более, судя по лекалам, тут и подборд есть, и обтачка по горловине сзади. Так что это даже очень воплотимо. Хочу обратить внимание на застежку. Вместо готовых таких продолговатых пуговиц, тут текстильные пуговицы из основной ткани. Если вам нравится выполнять швейные пируэты, то эта модель может удовлетворить такую потребность. Ну и в завершении платье рубашка из вискозного крепа. Эта выкройка нам уже встречалась в виде рубашки. А здесь теперь нам дали платье. И вот в этом образе у меня никак не вяжется длина платья и ширина брючин. Хотя дизайнеры такое сочетание тоже предлагают. Но вот именно вот этот образ как бы что ли сомнителен. Вот у Максмара образ больше мне нравится. Хотя тут, конечно, дело все в насмотренности. Дальше пошив той самой блузы. И здесь как раз видно, как тут выглядит горловина. Она тут вдвое спереди сложена. Ну и вроде ничего не тянет, не морщит. Нормально выглядит. А здесь дальше что у нас? Работы от читателей журнала. И даже не читателей, а одной читательнице посвящен весь разворот. Я активно и вас призываю ссылать свои работы им на почту. Пусть и нас напечатают вот здесь. Приятно же будет посмотреть на себя. Адрес вы как раз видите на экране. А теперь главные образы сезона. Здесь нам дают 6 примеров. Это образ из 80-х плюс широкие плечи. Второй образ это облачение в вязанный трикотаж с головы до ног. Далее анималистичный принт опять с головы до ног. Следующий образ это плюшевая куртка. Пятый лук образ с панковатой юбкой в клетку. Шестой образ от Макс Мара с брюками Марлен. И седьмой последний образ это платье из букле. Теперь платье из бурды. Вот как раз об этом я и говорила, когда мы разбирали предыдущее платье по этой выкройке. Взяли широкий ремень и создали силуэт песочные часы в стиле 80-х. Как раз как вот этот образ с подиума. И конечно они не похожи визуально. Это у нас здесь трикотажный вообще свитер с юбкой. Здесь платье. Но это вдохновение линиями. Это воплощение линий в платье для повседневной жизни. Далее что тут у нас на очереди. Это облачение в вязаный трикотаж. И тут предлагают воплотить эту задумку посредством такой вещи как шадзюбе. Сшит он из вязаного трикотажа естественно. Модель очень простая, но смотрится достаточно элегантно. В образе использовали и вязанный свитер, и брюки из трикотажа. Хотя этот элемент гардероба я отлично представляю с классическими брюками и с блузой в тандеме. Примерно как в этом образе только дофантазировать длину надо. А если с длиной самого шадзюбля поиграть, сделать ее сдержание, то такую вещь спокойно можно и с юбками и платьями сочетать. Следующий образ это анималистичный принц головы до ног. И здесь нам дали блузу с изумительными рукавами. Крой у блузы простой, но за счет рукавов блузу непременно хочется сшить. Выточки по груди, очень лаконично сдержанный вырез по горловине, сзади застежка на пуговицу и манжеты на пуговицах, на рукавах. Очень ясно могу представить эту блузу с предыдущей моделью. Из вязаного трикотажа простой шадзюбль и интересные рукава из-под него будут друг друга дополнять. Далее плюшевая куртка, что неудивительно, так как дизайнеры активно показывали подобные шубки в показах на эту осень. Сама куртка не очень сложная, это чтобы искусственный мех не сильно резать. Отложной воротник, спереди молния и карманы в боковых швах. Выкройка удобная, простая, можно из искусственного меха с любой длиной ворса сшить и из умеренного, и с очень длинным. Можно накладными карманами усложнить куртку, если эта модель для вас слишком простая. Вообще я воспринимаю выкройки как трамплин, от которого можно оттолкнуться и улететь навстречу своим представлением вообще о гардеробе. Здесь рядом базовый образ нам собрали, добавляя насмотренности. А дальше любителям асимметрии предлагают еще раз отметить выкройку вот этой юбки. Я сама не ценитель асимметрии, но идея двусторонней юбки меня никак не оставляет. Юбка не базовая, будет акцентом в гардеробе и в образе. Так, это был у нас пятый вариант, образ с юбкой в клетку в стиле панк. А шестой лук силуэт с брюками марлен. Особенно цена для меня это выкройка, так как она идет с учетом высокого роста. И набор деталей мне тут нравится. Широкий приточной пояс с застежкой, спрятанный под шлевкой сбоку, боковые карманы с подкрайным бочком, складки спереди, выточки и прорезные карманы сзади. Единственное, как же тут без единственного, я вот бы взяла ткань пластичнее. Хотя тут взяли шерсть, но на фото кажется, что это такая грубая, держащая форму ткань. Хочется, чтобы брючины мягко не спадали и обволакивали ноги при движении. Образ с пиджаком и топом в бельевом стиле тут, конечно, классика. Далее, заключительный образ из этой подборки платья из букле. Решили воплотить его при помощи выкройки платья-футляр. В таком можно и в офис, и в ресторан, и в театр. Платье будет и с сапогами хорошо смотреться, и с туфлями, и с оксфордами. Ну и если смотреть на Шанель, ведь это они никогда не переставали сшить из буклет, то мы увидим, что буклет отлично сочетается еще и с кроссовками, и даже с резиновыми сапогами. На следующем развороте раскладка образов с моделями из журнала. Вдохновляйся, не хочу. А вот и шатюбель в образе с джинсами и блузой в цветочек. Понравился мне этот элемент одежды, нужно попробовать внедрить в такое, в свой гардероб. Как раз и пошив этой модели есть. Я просмотрела эту инструкцию, и вот смотрите, какой тут совет увидела. Вот здесь, в уголке. Проклеить горловину и проймы флизелином. Как раз я, как я и показывала, когда шила вязанный свитер в видео. Ну и вот и размеры плюс. Решили собрать для плюсиков коллекцию на тему тренда металлик. Сразу мы тут с вами видим брюки из натуральной кожи с золотистым напылением. Брюки с выточками по талии спереди и сзади. Карманы с подкройным бочком. Приточной пояс. Молния спереди. И над коленом шов. И первое, что я подумала, когда увидела эти брюки, это то, что я их уже где-то видела. И да, в 11 выпуске за прошлый год была похожая модель. И даже отшили ее из похожего материала. Есть, конечно, различия. И в прошлогоднем выпуске это были размеры на высоких. Тут на большие размеры. Но настроение мы уловили. И поняли, что металлик не сдает позиции. Как, собственно, и на подиумах. Он еще в большом количестве мерцает. Ну, нравится нам блистать и отражать. Поэтому он и не сдает своих позиций. То есть, что серебро, что золото активно используются в образах. Далее. Сатиновая блузка с завязками из шелка. Не завязки из шелка, а сама вся блузка из шелка. У нее рукав реглан. Выточки по груди. В-образный вырез. И интересная складка от талии вниз. Которые завуалируют собственные складки, если таковые имеются. И, кстати, для интересного эффекта завязки можно завязать узлом, в котором завязывают галстук. Рядом юбка-карандаш из габардина и пайеток. Талиевые выточки спрятаны в косых швах по бокам. Поэтому отказаться от этих швов будет непросто. Сзади молния и шлица. Если нужна простая юбка, то часть с пайетками можно не пришивать, а кроить сразу без поперечного шва. Но в этом виде юбка добавит изюм и в образ, и в гардероб. Дальше платье. Жакет из сатина с французскими выточками. Шалевый воротник и талиевые выточки сзади. Если подобрать свой цвет, чтобы он и к лицу, и ко всему остальному гардеробу подходил, то можно получить универсальное осеннее платье. Не уверена, что это платье можно использовать в качестве жакета, потому что лекало платья на лекало жакета не сильно похоже. Не уверена, что это можно применить. Рядом выкройка удлиненной куртки. Если покреативить, то по этой выкройке можно с легкостью сшить парку. Всего лишь добавить кулиску по талии и накладные карманы. Карманы можно расположить и необычным образом, если хочется необычностей. А тут простая удлиненная куртка из вязаного дракотажа. Еще раз платье-жакет с подбортами и манжетами из контрастного жаккарда. Как сразу выкройка засияла новыми гранями. Этот вариант мне нравится намного больше. Тут и мой любимый черный цвет, и шикарная отделка жаккарда. Вот смотря уже на этот вариант, в голове вспоминаются картинки с подиумов. А предыдущий вариант в розовом исполнении не затронул никакую мою струну внутри. Поэтому часто иное исполнение может масштабно преобразить выкройку. Рядом платье из трикотажа с отделкой из шифона по низу рукавов и самого изделия. Воротник-водопад тут мягко не спадает и украшает зону декольте. С этим воротником нужно быть внимательнее. Именно он диктует выбор материала. Если трикотаж не струится, то красивого эффекта не получится. Дальше. Куртка по выкройке удлиненной той самой куртки из готового стеганого материала, уже без капюшона. Тут решили объединить и тренд на стежку, и тренд на белый цвет. Уже к мюрт вообще львиная доля коллекции была в белом цвете. Да и укороченные стеганые курточки снова возвращаются и занимают свое модное место. А вопрос о том, подходит ли такая куртка фигуре, конечно, каждый решает сам. Мне, например, такое не подходит. Поэтому тренд на такие куртки мимо меня я в пальто буду ходить. Тут детали можно рассмотреть. Знаю, что не во всех переводах эту страницу печатают. У кого нету, здесь вот видео можете рассмотреть. Специально держу этот кадр подольше. Здесь еще немножко креатива. И дальше должны быть еще детские модели. Так, размеры на детские модели даются совсем на маленьких. Тут симпатичная курточка из стеганого муслина, брючки из трикотажного вельвета и еще одни брючки из трикотажа. Так, и еще два комбинезона с капюшоном. Комбинезоны с секретом, который позволяет поменять ребенку подгузник без раздевания. Это очень удобный момент. Ну и анонс на следующий выпуск. Мой взгляд тут зацепил жакет с фестонами. Накануне разбора как раз встречала картинку с пальто вот с такой отделкой. Подумала, как интересно. Листаю бурду, а тут тоже такое есть. Ну будет, скоро будет. Ну что ж, подводя итоги всему сказанному и увиденному, давайте дадим оценки по 10-бальной шкале этому выпуску. От меня это будет 8. Тут много жизнеспособных моделей. На каждый день можно отшить вообще весь осенний гардероб на раннюю осень и наслаждаться осенью. Есть изюм в моделях, есть тренды, актуальности. Ну и есть скучные модели, не будем лукавить и даже очень где-то странные. Это, конечно, все субъективно, поэтому оставляйте свои оценки с пояснениями в комментариях под видео. А тех, кто досмотрел до этого момента, я приглашаю в швейное сообщество в Телеграм. Ссылку оставлю под видео в описании. Ну и увидимся в других моих видео. До новых встреч. Пока.